Витископ Драфт 2014 года должен был быть, по всем прикидкам, одним из самых сильных со времен драфта 2003 года и появления в лиге Леброна, Кармела, Уэйда, Боша и других ребят. Если смотреть по персоналиям, то часть из них либо травмированы, либо выходят в мусорное время, либо вообще не играют. В частности, даже получил сейчас травму Джабари Паркер, второй выбор. Номер 3 Джей Лембит тоже не играет, вылетел. Четвертый Аарон Гордон в Орландо тоже травмирован, не играет. Пятый и шестый Маркус Март и Данте Экзон тоже практически не играют. Смарт после обмена Роджона начал выходить и показывать какие-то положительные сдвиги в своей игре. Седьмой номер Джолюс Рэндалл тоже на год вылетел. И как бы восьмой-девятый тоже вонли из Таускас практически не играют. И получается, что из реальных новичков, которые что-то показывают позитивное в своей игре, это Эндрю Иггинс, это номер 16 Нуркич, благодаря хорошей игре которого, в частности, Денвер решился на обмен возгова. И 32 Макдэниелс, который играет в мусорной команде в Филадельфии, но какие-то интересные моменты в его игре специалисты отмечают. Кто может получить титул лучшего новичка в этом сезоне, то практически сомнений не возникает, что им будет Эндрю Игинс. Турмалта, во-первых, у него нет альтернативы, раз, а второе, его показатели пошли вверх, практически во всех матчах последних он набирает 20 плюс очков, показывает все более и более уверенную игру, по крайней мере, на чужой половине паркета. И уже практически нет сомнений, что именно у Игинс получит титул лучшего новичка в этом сезоне.